Приветствую всех! Вы на канале Ирина Бойкс. Итак, знаменитая парфе, десерт парфе. В переводе с французского парфе означает великолепный, прекрасный, безукоризненный. Существует множество рецептов парфе, но можно выбрать такой, который будет и прекрасным десертом, и может заменить завтрак. Сейчас в пору изобилия ягод и свежих фруктов мы можем побаловать себя вкуснейшими десертами и забыть про чувство вины. Можно даже заменять завтрак этим вкуснейшим десертом, знаком. Я называю это витаминной бомбой. И я это могу есть на завтрак, могу насытиться им и в обед, но и не откажусь вечером. Пока есть возможность купить свежайшую ягоду, я злоупотребляю без зазрения совести таким знаком. Потому что я верю, что лучшие витамины это не те капсулы с химией, которые мы покупаем в аптеке, а натуральные, с грядки. Чтобы приготовить низкокалорийное парфе, нам потребуются свежие ягоды, любые на ваш вкус, какие у вас имеются. У меня, например, черника, блюберы. Я использую низкокалорийный йогурт без сахара. Я использую минимум его. Для тех, кто хочет еще более сэкономить на калориях, то есть не использовать много калорий, могут добавить вместо этого банановый сироп. Я покажу, как делается это позже. В этом рецепте я вообще не использую сахар, яйца, молочные продукты можно тоже не использовать. То есть заменить йогурт можно, как я уже сказала, банановым сиропом. Гранола – это плющеная овсяная крупа, кто не знает, или хлопья. Я добавила сюда уже разрезанные орехи алмонда, миндаля. Как вы знаете, Парфе это слоями раскладываются ваши любимые ягоды и разные ингредиенты. В данном случае я добавляю тыквенные семечки, потому что я их очень люблю. Они у меня сырые. И я еще люблю сюда добавлять, вообще в любые блюда, я люблю добавлять семена подсолнуха, слегка обжаренные. Слоями закладываем, повторяем слой. И, значит, добавила сюда только один слой йогурта. И он очень низкокалорийный йогурт, потому что я хочу это как бы на обед. У меня это будет, чтобы более насытиться. Вот у меня такая диета сейчас. В этом рецепте я также использую заранее заготовленный малиновый сироп, который сделан практически без сахара, там очень маленький процент сахара. И я даже не готовлю это на огне, сироп. Вот сейчас я буду закладывать свежую малину, тоже слоями. Если нужно предварительно это все помыть, клубника, помытая и порезанная. Ягода высушивается на полотенчике и потом, значит, используется. Точно так же я делаю это, замораживаю ягоду. Сначала ее мою, потом высушиваю на полотенце и закладываю в морозильник. Так, значит, следующий слой парфе. Ягода малина, клубника. Можете использовать ту ягоду, которая у вас имеется в наличии. Или даже фрукты, можно использовать любую игрушу, персики, все, что вы хотите. Значит, сейчас я буду делать банановый сироп. Сироп или, не знаю, как это назвать. Я просто свежие бананы перемолю с алмондом, молоком. Или можно соевое. Я, например, люблю больше алмонд. Миндальное молоко. И оно очень превратится в такую консистенцию, очень вязкую. И это все добавится. Поэтому сахару здесь абсолютно не нужно. Будет готовый продукт, достаточно сладкий, вкусный и без сахара. В жаркую погоду я использую замороженные бананы. И это больше похоже тогда на мороженое. Но сейчас просто захотелось свеженького банана. Это очень вкусно тоже. И сегодня у нас погода не такая жаркая. Так что такой будет комнатной температуры. Ммм, ями. Этот банановый сироп можно есть просто так, без ничего. И вообще каждый ингредиент можно есть просто так. Так, малиновый сироп, который я, говорила, заранее приготовила. Я малину довела слегка до кипения предварительно. Наверное, это у меня уже неделю стоит. И с небольшим количеством сахара, с очень минимальным. И вот я использую это как... Он такой кисловатый у меня этот сиропчик. Ну и вот следующий слой орехов или зернышек. Что у вас есть? Это у меня идут подсолнечные семена. Снова идет у меня хлопья овсяные с алмондом. С миндальным орехом, предварительно порезанным. Добавляем снова клубнику, малину, ягоды, которые у вас имеются. И снова заливается потом это все банановым сиропом. Лично я насыщаюсь таким, мы сможем это едим на обед. Вот сейчас я это готовлю на обед. Снова добавляю я банановый сироп. Упс, пролился. Так, вкусно. Так, он сейчас заполняет все пространство. И это у вас получается уже сладкое. Благодаря банану все это уже блюдо достаточно сладкое. Снова сиропчику для контраста. Вот сиропчик у меня, конечно, кисловатенький. Это на любителя. Малинки снова. Надо с ней нежно обращаться. Она у меня такая поспевшая, как раз свежайшая. Только что привезли с фермы. Вот так. Итак, вот каждый ингредиент, каждая составляющая сама по себе вкуснятина. Но если все это вместе, в парфе, это изумительно вкусно. Вы себе представляете, как это вкусно. Сейчас мы для полного счастья украсим это смородиной красной. И наш снэк готов. Это просто что-то. Приятного аппетита! С вами была Ирина Боикс. На этом я с вами прощаюсь. Кому интересно мои видео, подписывайтесь на мой канал. Спасибо всем за просмотр. Всего самого хорошего настроения. Летнего, ягодного, витаминного. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова